Привет всем! В этом видео я бы хотел разобрать проект по тепловым сетям. Рабочая документация по теплосети состоит из четырех разделов. Это ГП, КЖ, КМ, ТС, ГП – генплан, КЖ – конструкция железобетона, КМ – конструкция металлической ТС, технологические системы или трубопровода. ГП состоит из 11 разделов и в разделе теплопровод разбит по участкам. Участки разбиваются по способу прокладки. Тепломагистраль протяженностью около 13 км и способы прокладки различные. Это бесканальная прокладка в непроходных каналах, бетонные лотки или над землей на металлических конструкциях. Перед началом изучения рабочей документации советую внимательно прочитать общие указания, в которых прописано на какие СНИПы или строительные правила ссылаться при производстве работ. Это поможет вам, если в процессе будут возникать какие-то вопросы. На все спорные вопросы надо искать ответы в СНИПах или строительных правилах, если эти вопросы возникают между подрядчиками и заказчиками. Начинается тепломагистраль. Наша от ЦТП, центральный тепловой пункт. На АГП показаны фундаменты, которые предстоит сделать. Это выделенные жирными линиями. Мы видим, что эти фундаменты необходимо нам будет соорудить. Но проблема в том, что на этих фундаментах не показано, на каком разделе КЖ они относятся. И необходимо будет пролистывать все КЖ и искать вот этот участок, где показаны данные фундаменты. Я про это сейчас в дальнейшем поговорю. Также на АГП показаны углы поворота УП, координаты размещения этих углов поворота и пересечения с инженерными сетями, как с электрическими сетями воздушных линий, вот эти линии, и подземными коммуникациями, водопровод и кабельные линии, телекоммуникация. Ну и в общем все инженерные сети, с которыми пересекаются, здесь показаны. И перед началом производства работ надо все с этим генпланом, проходишь все организации, которые пересекают теплопровод для согласования данного вида работ, чтобы представители данных организаций знали, что вы ведете работу и на бегунке, то есть на этом ГП, они оставляют свои координаты, номера телефона в случае каких-либо ситуаций. В общем на ГП мы видим, как проходит наш теплопровод, какие фундаменты надо нам делать, способ прокладки. Это можно увидеть от условных обозначениях. То есть фиолетом здесь, это ось проектируем на земной теплотрассе, проектируем на подземной теплотрассе, теплотрассе в бетонном канале. Далее, после того, как мы изучили ГП, мы переходим к рассмотрению КЖ. Как уже было сказано, что в ГП не указано, к какому разделу КЖ относятся или иные фундаменты. Поэтому придется, если у вас подобный проект, раскрывать все разделы КЖ и КМ и искать участки, к которым фундаменты относятся. То есть те участки, к которым фундаменты относятся. Давайте разберем вот этот участок. Это фундаменты к ферму, переход через автодорогу тепломагистрали. И наш участок это от СТП до УП-1. Открываем КЖ-1. Показан ситуационный план от некоторых участков, где нам предстоит сделать новые фундаменты. В нашем случае это вот от СТП до УП-1. Наши четыре фундамента. Соответственно, на следующих листах нам нужно искать деситуационный план. На третьем листе показано более подробно этот участок от СТП до УП-1. Показано уже наименование фундаментов. Какие фундаменты здесь надо сделать. Это FM2, FM1, FM3. Разрез их 2,2, который здесь же показан. Вот он с высотными отметками. На какой глубине заложено начало фундамента, где они заканчиваются. То есть их высота и спецификации, схемы расположения фундамента. Мы находим на каких листах показаны эти фундаменты армирования. Из какого бетона они делаются. То есть FM1, FM2, FM3 это лист 8 или 9. Переходим в лист 8 или 9. Вот FM1, FM2 с разрезами и армировочный чертеж. Количество и наименование арматуры, которое применяется на данном фундаменте. И бетон классового и количеством. Как вы заметили, в разделе КЖ также не показано, какие металлические конструкции данные фундаменты делаются. Ни на втором листе не написано, ни в общих данных, ни на последующих. Также не показано, к какому КМ это относится. Также, как и с КЖ, необходимо открывать раздел КМ и искать данный участок. В этой рабочей документации ГП1 сходится с КМ1, КЖ1 и ТС. Если рассматривать дальше, ГП3, 4, 5, 6, то там такого соответствия нет. В ГП2, например, есть раздел КЖ5 и КЖ8 и КМ, соответственно, другие. И чтобы не путаться сразу перед началом изучения проекта, необходимо составить небольшую таблицу, например, наподобие такой. Здесь прописываем начало участков, углы поворота. И, разбирая рабочую документацию, мы прописываем, к какому ТС относятся КМ, КЖ и ГП1. Ну, то есть, ИГП. Как вы видите из данной таблицы, в этой рабочей документации, допустим, к ТС-3 относятся КЖ11, ГП3. То есть, ТС и ГП здесь сходятся, а вот КЖ и КМ не сходятся. ТС-4, КМ7, КЖ9. То есть, и вот дальше вот такие расхождения. То есть, ТС-6, это КМ2, КЖ3, ГП6. Конструкция металлическая, то есть, находим наш участок на ситуационном плане. Это ЦТП до ЛП1. Здесь показан фрагмент 1, а в скобках обозначен лист 3. Открываем лист 3. И находим нашу конструкцию, которая будет стоять на фундаментах FM1, FM2, FM3. Это ферма, колонны, стойки и ферма через дорогу. Спецификация показана. То есть, ведомость элементов из чего. Из каких элементов состоит данная металлическая конструкция и количество металла. После просмотра разделов КЖ и КМ переходим к изучению ТС. В данной рабочей документации не во всех ТС показаны участки. То есть, если в ТС-1 у нас не обозначены участки, там просто, по-моему, где-то в штампе написано, что участок это от 1 до 6. То есть, допустим, в ТС-3 показан участок, прописано, что участок М10, прокладка теплотрассы в лотке. Перед изучением раздела ТС также советую подсчитать общие данные, в которых указана характеристика теплопровода, на какие СНИП и ИСП стоят согласно при производстве работ. Здесь СНИП 305-03-85 тепловые сети или СП 124-13-330-2012. Атуализированная редакция, как правило, тепловые сети. Также необходимо просмотреть вот этот ГОС 3732-2006, так как в нем показаны способы сварки трубофасонных частей теплопровода. Про способы испытания трубопровода, здесь гидроиспытание написано, и способы сварки. Также и другие рекомендации, правил производства работ. В разделе ТС показано количество опор, которые будут установиться на данном участке в ТС-1. Это неподвижные опоры, К-компенсаторы и подвижные опоры, то есть опоры пружины. В плане тепловой сети показаны 1, 2, 3. Это номера подвижных опор. При сдаче исполнительной документации, так как в КСЖ и КМ не нумеруются, то в акте скрытых работ можно обозначать номера, под которые данный фундамент или металлоконструкция устанавливается. Допустим, вот эти наши фундаменты устанавливаются под подвижными опорами 1, 2, 3, 4, 5, 5. При составлении актов скрытых работ можно указать, что выполнена работа под фундаментами с номерами опоры номер 1, 2, 3, 4, 5. Далее также показываются углы поворота. ИНО – это неподвижные опоры, К-компенсаторы. УТ4 – это угол поворота теплотрассы. Вот это я и не пойму. Если есть углы поворота и угол поворота трубопровода, как они к другую руку относятся и почему это разные номера, я как бы с этим вопросом не заморачивался. ПТУДК – это место установки щита, система оперативного дистанционного контроля теплопровода. Также здесь показано, выделено способы прокладки. Допустим, вот этот участок идет в непроходных каналах, в бетонных лотках, то есть вот оранжевом. На данном участке от ТК-1 УП-19 труба проложена в стальном футляре под автодорогой. Тепловые камеры также показаны в разделе КЖ, то есть способ армирования и бетонирования их расположения. Забыл сказать, что в разделах КЖ, кроме фундаментов, показаны лотки, фундаменты и тепловые камеры. Я в этом проекте участвую первый раз, и на некоторые моменты при изучении проекта я не обращал внимания. Вот, допустим, про КЖ, то есть когда рассчитывали бетонные лотки или способы их прокладывать, я не обратил внимания, допустим, на такой момент. Вот это раздел КЖ, на котором показано монтаж бетонных лотков или каналов. Здесь есть вот такой участок, где монтируется неподвижная опора теплопровода. Ссылка номер 4. Смотрим таблицу. Это альбом PS248.1. Это альбом по неподвижным опорам. Это ссылка на сборную железобетонную конструкцию неподвижных опор для трубопровод тепловых сетей. В нашем случае надо осмотреть PS248.1. То есть находим в этом данном альбоме нашу конструкцию и смотрим размеры. Это лис 8. То есть вот наши данные N480. И получаем наша неподвижная опора. Монолитиса. Вот такой же из-за бетонной конструкции. С размерами 2400. Толщиной 300. Высотой на полтора метра. То есть здесь ситуация какая. С первого прокладываются лотки. При монтаже лотков можем оставлять вот этот участок. То есть подходить к нему. То есть лотками если мы к нему подходим. В принципе то есть лотки можно вложить не обращая на это внимания. А потом уже выпиливать лоток и делать монолитную конструкцию. Когда трубы подходят. Неподвижная опора здесь ставится. Тогда уже лотки эти бетоны выпиливаются. То есть лотки выпиливаются. Армируется этот участок и монолитится. И примерно вот как на картинке у нас получается. Спецификация тепловых сетей. Также в ТС есть чертежи продольного профиля тепловых сетей. На нем показаны высотные отметки. Способы прокладки теплопроводов. То есть вот здесь на данном участке гильза. Вот тип прокладки. Бесканальный канал. Бесканальный стальной фульгар. Вы смотрите на профили и понимаете на каком участке, каким способом прокладывается труба. Над землей, как видно из профиля. Здесь стальной футляр. Этот участок проходит под автодорогой. То есть труба стального футляра проходит и закапывается под землей. Также здесь показана длина участков отметки низа, верха земли. То есть отметка низа трубы. Вверх несущей конструкции. Проектная отметка земли. Кроме самой трубы на тепломагистрале есть воздушники. Есть сливы, телевизодвижки. ТС показана, но четко вы понимаете, допустим, для меня, что где стоит, нет. И какой материал на данный участок необходимо использовать. Ну вот в данной рабочей документации, в разделе прилагаемые документы, есть спецификация оборудования изделия материалов. И в нем расписано, какое оборудование применяется на участок. Указана труба, марка ее, диаметр, ГОСТ, количество, гильзы. Под дорогой гильзы в ТК, тепловых камерах, ТНС, краны, шировые, стандартные, под приварку, но это спускники. Количество отводов прописано, к каким углам поворотом они относятся. То есть какой отвод, с каким градусом, на каком углу поворотом он стоит. Вот такой разбор проекта по тепловым сетям. Надеюсь, что кому-то, кто первый раз начал разбираться с таким проектом, я чем-то помог. Все, до встречи.